всем большой привет и добро пожаловать на мой канал сегодня я буду делать вот такую мягкую кофейную игрушку скоро 14 февраля и вообще предполагалось что это будет купидон но мне кажется он больше похож на какого-то милого малыша ангелочка и свою работу я начинаю с выкройки беру лист формата а4 сгибая пополам его вдоль и рисую половинку туловища рисую голову тело и ножки ручки и крылышки я буду рисовать отдельно обязательно прерисовываю ушки и вырезаю свою заготовку а Рисую выкройку руки, также ее вырезаю. Рисую выкройку руки, также ее вырезаю. Рисую приблизительную форму, также вырезаю. Рисую выкройку руки, также вырезаю. Не забываю, что нужно сделать две ручки. Обычно по ткани я рисую простым карандашом, но если вы боитесь, что у вас испачкается или карандаш слишком жирный проявится на лицевой стороне, то ничего страшного, все равно потом игрушку мы будем окрашивать и ничего не будет видно. Рисую. 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 И вот все детали я уже обвела. И прежде чем прошивать, я размечаю места там, где я не буду шить. Через эти отверстия мы будем выворачивать игрушку. Конечно, быстрее будет прошить на швейной машинке, но мне, честно говоря, было лень ее доставать, поэтому я прошиваю вручную. Продолжение следует. Я уже все прошила, теперь буду вырезать. Вырезаю, оставляя припуски на шов, где-то 5-7 миллиметров. В некоторых местах у меня получалось где-то больше, поэтому потом я это все подрезала. Продолжение следует. прежде чем выворачивать выкройку во всех местах скругление я делаю небольшие надрезы тут лучше взять маленькие ножнички будет все удобнее мои куда-то спрятались поэтому я делаю большими хорошими ножницами до шва я не дохожу где-то один миллиметр и все это проделываю с каждой деталью вот сейчас уже можно выворачивать выворачиваю и при этом помогая себе каким-то удобным предметом ручкой или карандашом обязательно все хорошо расправляю и вот все детали я вывернула буду набивать синтепухом тело я прям набиваю очень туго особенно в тех местах где могут образоваться складки это шея и ножки крылышки я не буду сильно набивать просто немножко для объема и после набивания я все отверстия зашивая потайным швом а и 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 вот такие заготовки у меня уже получились теперь можно собирать игрушку но прежде чем собирать я должна до форме крылышки беру иголку с ниткой и прошиваю аккуратной строчкой пополам и когда прошиваю смотрю чтобы иголка выходила в нужном месте и шов получался аккуратный также на каждом крылышке нужно прошить небольшие вертикальные полоски у меня они получились где-то длиной полтора-два сантиметра тоже прохожу зад вперед смотрю где выходит иголка после того как я прошью вот эти все полоски крылышки будут более плотный и лучше будут держать форму и 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 Такие крылышки уже получились. Теперь их можно пришить на место. Прикладываю, примеряю и аккуратными стежками сверху и снизу прихватываю. Прикладываю нить в 3-4 сложения. Сначала прокалываю, потом возвращаюсь обратно и прохожу через туловище, стараясь попадать в швы. Оставила небольшой хвостик для того, чтобы завязать потом. Прикладываю вторую ручку, точно так же прокалываю и возвращаюсь обратно. Немножко подтягиваю, завязываю узелок и отрезаю все лишнее. Но тут я немножко перетянула, ручки немножко торчат в сторону. Теперь приступаю к окрашиванию. Для окрашивания я приготовила кофейную пропитку. Рецепт ее простой. На 2 столовых ложки кофе я беру 8 столовых ложек воды, размешиваю все. В другой посуде смешиваю 2 столовые ложки клея ПВА и 2 столовые ложки холодной воды. Потом это все смешиваю, хорошо перемешиваю и можно пропитывать свою игрушку. Покрашиваю ее всю, даже крылышки. После того, как окрасила, даю полностью высохнуть. Я сушила феном, у меня на это ушло где-то 5-7 минут. Теперь беру простой карандаш и ластик и рисую приблизительные наброски лица и штанишек. Рисовать я буду акриловыми красками по ткани. А вообще можно использовать любые акриловые краски. У меня по инструкции написано, после просыхания краски закрепить ее горячим воздухом или утюгом. Но я этого делать не буду, просто расписываю и все. Для прорисовки контуров я буду использовать черный перманентный маркер. Игрушку я расписывала постепенно, потому что некоторым деталям нужно было дать полностью просохнуть. Некоторые детали я дорисовывала за кадром, потому что под камерой это делать не совсем удобно. Конечно, свою игрушку вы можете расписать по-своему. Так как вы захотите, я выбрала именно такие рисунки и именно такие цвета. Как вы захотите, я куша, я попробую. Когда мы отдыхали, я беру все. Когда мы оказались, я забыли, все. Так и все. Так и все. Ёбли, все. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...